Приветствую всех наших многоуважаемых зрителей. Благодарю, что находитесь вместе с нами. Сериал с названием «Стенограмма судьбы». Мы смотрим с 15 ноября 2021 года, выходит по телеканалу Россия. Но нам интересно узнать биографию и личную жизнь актеров, сыгравших главные роли. Итак, начнем. Карина Андаленко родилась 20 сентября 1987 года в городе Харькове, в необычной театральной семье, дедушка и бабушка были глухонемыми. С 12 лет занималась в театральной студии, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В 2009 году окончила школу студию МХАТ. В 2008 году, будучи студенткой 4 курса, она получила первую главную роль в криминальной драме «Роза для Эльзы». С тех пор стала активно сниматься в кино и телесериалах. В 2010 году получила приз за лучшую главную женскую роль на 8-м международном фестивале актеров кино «Созвездие». В 2014 году стала лауреатом за лучшую женскую роль на национальном кинофестивале дебютов движения в Омске. Успехом у зрителей пользовались такие картины, в которых она сыграла главные роли как «Сучья война», «Папа для Софии», «Непридуманная жизнь», «Королева красоты», «Китайский Новый год», «Доктор Анна». Карина не замужем, детей нет, а своей личной жизни предпочитает не распространяться. Ходило много слухов о служебных романах актрисы, однако они не находили достоверного подтверждения. Александр Голубев – российский актер театра и кино, наиболее известный по военным драмам, детективам и экранизации знаменитого романа Федора Достоевского. Будущий артист родился в Москве и в детстве не мечтал стать киноактером. В 2000 году Александр Голубев подает документы в профильный вуз. Сделал юноша это ради родителей, которые настоятельно просили получить высшее образование. Больших усилий в подготовке к экзаменам Голубев не прикладывал, поэтому был весьма удивлен, когда его зачислили во ВГИК, да еще и на курс Виталия Соломина. Еще подростком Александр Голубев дебютировал в детском комедийном детективе Катавасия. На последнем курсе ВГИКа участвовал в съемках музыкального видеоклипа группы «Звери на песне «Просто такая сильная любовь», а также появился в телесериале «Курсанты». В 2005 году исполнитель получил главную роль в культовом боевике Петра Буслова «Бумер». Фильм второй, где сыграл Колю брата Дашки. После столь яркой работы предложения о съемках стали поступать регулярно. В 2006 году Александра пригласили к участию в детективе «Ваша честь» в роли адвоката Константина Шпагина. В киноленте 2007 года «Кремень актер» перевоплощается в прапорщика, а в детективе «Супермаркет» — в персонажа Ивана. Когда Александр Голубев оканчивал образование во ВГИКе, он женился на молодой актрисе Александре Урсуляк, дочери режиссера Сергея Урсуляка, который снял «Ликвидацию» и «Тихий дон». Молодые люди познакомились на съемочной площадке кинокомедии «Полный вперед» и вскоре сыграли свадьбу. В семье родились две дочери — Анастасия и Анна. Если верить слухам и рассказам коллег, семейному счастью помешала привычка Голубева заводить интрижки на стороне. Поклонниц у статного артиста было всегда предостаточно. Урсуляк не смогла смириться с любвеобильным характером мужа, поэтому подала на развод. Дети остались с матерью, тем не менее актер часто навещает дочек, так как хочет участвовать в их воспитании. Сегодня личная жизнь Голубева — это тайна за семью печатями. Его нет в Инстаграме, он не ведет никакие другие социальные сети, так что личные фото с актером в интернете — большая редкость. Александр Михайлов родился в поселке Оловянной Читинской области, ныне Забайкальский край. Когда ему было четыре года, родители развелись. Александр с измальства мечтал связать свою жизнь с морем. Просил у матери отпустить в Ленинград, но она не согласилась. А вот во Владивосток переехать уговорил. Это случилось после седьмого класса. Однако поступить в мореходку Александру не удалось из-за возраста, был еще слишком молод. Тем не менее, окончив ремесленное училище и получив профессию слесаря, он два года ходил по Северным морям в качестве моториста. В 1969 году Михайлов окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств по специальности актер театра и кино. Демют в кино состоялся в 1973 году в фильме Федора Филиппова «Это сильнее меня», где он сыграл бригадира сварщиков Алексея Углова. Далее была роль деревенского шофера Федора в фильме «Приезжая». В последующие три года он снялся в семи фильмах «Так и будет похищение Савои», и это будет «Чрезвычайные обстоятельства», «Белый ворон», «Через тернии к звездам», «Белый снег России». Однако самым большим успехом у зрителей пользовались в 80-е годы два фильма с участием Александра Михайлова, комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» и криминальная мелодрама Вадима Дербенева «Змеелов». В 1997 году Михайлов дебютировал как певец, составив вместе с композитором Евгением Бедненко концертную программу «Очарованные странники» из русских народных песен, романсов, казачьих песен, собиранием песенного материала Александр Яковлевич занимался в поездках по родным местам. Первая жена, Вера Константиновна Мусатова, руководитель пресс-службы международного кинофестиваля «Киношок». Они познакомились во время учебы во Владивостокском институте искусств, были сокурсниками. В 1968 году они поженились. В 1969 году у них родился сын Константин, сейчас он телерадиоведущий. Михайлов и Мусатова прожили вместе 30 лет. А затем у него появилась другая женщина, причем Вера ее очень хорошо знала, Александр Михайлов влюбился во вдову своего друга Владимира Васильева, Оксану, по профессии она экономист. Оксана часто бывала в доме Михайловых, они дружили семьями. Вторая жена Александра Михайлова моложе его на 23 года. От первого брака у нее остался сын Владислав, которого Александр усыновил. В 2002 году Оксана родила актеру дочь, которую по святцам назвали Акелиной. В 14 лет при получении паспорта Акелина сменила имя и стала Мирославой Михайловой. С 8 лет снимается в кино. Александр Самойленко родился 28 марта 1964 года в Ташкенте. Он рос в образцово-показательной семье интеллигентов, отец Валерий Самойленко, уважаемый профессор, доктор наук, изучавший гидробиологию, а мать работала учительницей в местной школе. С детства Александру прививали уважение к старшим, он во всем слушался родителей. Окончив общеобразовательную школу, Саша решил поступить в театральный институт. Мать выступила категорически против актеров в семье, однако отец настоял на том, чтобы юный Александр сам выбирал профессию. В молодости Самойленко поехал в Москву и подал документы в высшее театральное училище имени Щукина. Свои первые роли Александр Самойленко сыграл, еще будучи студентом университета, не столько ради начала карьеры, сколько для подработки. Он появился в музыкальном фильме «Проделки в старинном духе» и драме «Забытые мелодии» для флейты режиссера Эльдара Рязанова, вышедшей в 1987 году. В 2004 году на экраны вышел фэнтези-фильм «Ночной дозор», который мгновенно стал культовым. В нем актер исполнил роль Ильи, мага-перевертыша. Артист также сыграл в продолжении фильма «Дневной дозор». В 2004 году состоялся дебют в качестве продюсера. Совместно с Максимом Сухановым Александр Валерианович поставил новогоднюю мелодраму «Посылка с Марса», а год спустя дебютировал и как режиссер в фильме «Роман ужасов», который вышел на экраны в 2005 году. Свою личную жизнь актер предпочитает скрывать от глаз журналистов. Тем не менее известно, что у Самойленко трое детей от трех жен. С первой женой Енесой Боровиковской Александр Самойленко познакомился, будучи студентом института. Молодые люди поженились, у них родился сын Степан, но брак оказался неудачным, и супруги вскоре развелись. Степан стал юристом. В 2000 году актер вновь женился на девушке по имени Елена, которая родила ему второго сына Сашу. Позднее в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Самойленко признался, что вторая возлюбленная выходила его, когда он попал в страшную автомобильную аварию. Причиной стало то, что артист заснул за рулем и врезался в стоявшую на дороге машину. Кроме водителя никто не пострадал. Сам виновник ДТП получил серьезные травмы, от удара голова разбило стекло, лицо было изрезано. Артист вынужден был провести больше трех месяцев в больнице, перенести несколько операций. В период болезни Елена ежедневно ухаживала за пострадавшим. За это Александр Валерианович остался благодарен спутнице. Однако супруги не смогли найти гармонию в браке. Известно, что у Александра Самойленко были романтические отношения с актрисой Ольгой Ломоносовой. В 2006 году исполнитель увлекся некой девушкой Евгений, которая на тот момент работала в его ресторане. Увлеченность переросла в роман. Чтобы быть с любимой, Александр Валерианович опять развелся и зарегистрировал с ней брак. В 2009 у пары родился сын Прохор. В 2015 году актер развелся и с третьей женой, которая, к слову, была младше супруга на 19 лет, с ней Александр Валерианович прожил в браке 8 лет. В 2016 году он представил новую спутницу, актрису Наталью Громову. В кругу друзей Александр Валерианович называл Громову женой. Летом 2019 года избранница подарила ему дочь Еву. Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года в Томске. Выросла в городе Тольятти. Окончила школу искусств по классу фортепиано и музыкальное училище по классу хоровое дирижирование. Училась в театральной студии при театре «Колесо» в Ярославском театральном институте Рати Гитисе. Актрисой становиться она не собиралась. Это судьба, совпадение, случайные и не случайности. «По первому образованию я дирижер хора», говорит Волкова. Актрисой стала благодаря случайной встрече с Александром Абдуловым. Она училась на курсе Марка Захарова, а уроки хореографии у них проходили в театре Ленком. Однажды она зашла в буфет, чтобы попить чай, и вдруг услышала голос Абдулова «Девушка, как вас зовут?». Они познакомились. Позднее Абдулов познакомил ее с режиссером Сергеем Соловьевым. С Абдуловым она снялась в сериале «Нест», затем в фильме о любви. В 2008 году снялась в продолжении популярного фильма «Асса», где сыграла вместе с Сергеем Шнуровым. Официально трижды была замужем. Имеет троих детей, дочерей Валерию и Александру, а также сына Богдана. Первый муж – Алексей Ченцов, автомеханик. По словам Екатерины, у него были золотые руки, и он мог перебрать машину полностью. Вышла за него замуж в 18 лет. От этого брака родилась дочь Валерия. О своем первом муже актриса рассказывала, как о человеке неверном. «Однажды она увидела супруга, целующегося с ее подругой под окнами их дома, я вышла на балкон и смотрю, она сидит у него на коленях. Все чувства тогда убились. Иногда он поднимал на нее руку, в 1999 году пришли бандиты и отняли у него машину за долги. Я ему сказала тогда ты лох, у него глаза налились кровью, и он меня ударил. Потом он меня поднял как мешок, и у меня было сильное кровоизлияние в глаза». Затем у нее был бурный роман с продюсером, театральным режиссером и руководителем театра Эдуардом Баяковым. Режиссер был женат, но его супруга знала о связи с Екатериной. Как вспоминала актриса, они почти жили втроем, даже в отпуск ездили все вместе, три кроватки в одном номере. У меня были тогда сильные эмоции, я разрушаю семью, это все неправильно. Это мучение, очень его ревновало. Думала, я могу убить его на почве ревности. От Эдуарда Баякова она забеременела, но тот настоял на аборте. Второй официальный муж, кинопродюсер Сергей Члиянцы. От него она забеременела, но потеряла ребенка. Позже она родила двоих детей. Третий муж, известный писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. От этого брака родились сын Богдан и дочь Александра. Пара рассталась, когда Екатерина была беременна дочерью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.